Режиссерский дебют постановщика спецэффектов, гримера, каскадера и актера Томаса Вини. Трудно поверить, но этот человек, которого приглашают в свои фильмы на маленькие роли Тарантино и Родригес, в среде жанрового кино и спецэффектов имеет культовый статус. А теперь непосредственно о самом фильме «Ночь живых мертвецов», 1990 год. Барбара и Джонни – брат и сестра. Они приезжают на кладбище к могиле своей матери. На улице конец весны, начало лета, ведь съемки фильма проходили в период с 23 февраля 1990 года по 8 июня этого же года. В одном из интервью режиссер Томаса Вини упоминает об альтернативном начале фильма. Он хотел показать падающую звезду над горизонтом в самом начале кинокартины. Причем будет непонятно, был ли это спутник или метеор. Но это великолепно совпало бы с версией причины, по которой мертвецы стали оживать. В общем, брат и сестра на могиле своей матери. Брат, видя смятение и беспокойство сестры в этом жутком месте, начинает подшучивать над ней. Вскоре на Барбару нападает оживший мертвец. Джонни, увидев это, бросается на помощь к сестре и пытается остановить злодея. Мертвец толкает Джонни и тот, неудачно упав, погибает. Поняв, что брат мертв, Барбара убегает с кладбища. Вскоре она замечает вдали небольшой дом. Проникнув в дом, Барбара пытается прийти в себя и понять, что же произошло. Дом, где проводились съемки этого фильма, съемочная команда получила свое распоряжение, предложив хозяйке появиться в образе живого мертвеца в одном из эпизодов. Чуть позже к дому подъезжает машина, из которой, убив несколько мертвецов, выбегает чернокожий мужик Бен в исполнении Тони Тодда, известного по фильму ужасов «Кэндимэн». Кстати, на роль Бена пробовался Лоуренс Фишборн, но его не утвердили. Бен убивает несколько зомби, находящихся в доме и на улице, и рассказывает Барбаре о своих столкновениях с мертвецами, а также делится предположениями, откуда они взялись. Вскоре выясняется, что в доме помимо них находится семейка Куперов – Гарри, его жена Эллен и дочь Сара, а также молодая пара Том и Джуди. По предложению Бена, они начинают укреплять дом, забивая досками окна и двери. Идиот Купер укреплять окна и двери отказывается, ссылаясь на то, что подвал – это самое безопасное место в доме, и всем нужно спрятаться там. Во время просмотра этот персонаж постоянно вызывает негативные эмоции. «Окажись я в этом доме, то вышвырнул бы к чертям собачьим этого Гарри, который своим тупым поведением только все портит. Дурацкий Гарри». Между диалогами герои отражают атаки живых трупов на дом. Мертвецов в фильме очень много. В съемках было задействовано около 150 статистов, да и выглядят они впечатляюще. Над гримом и эффектами работали специалисты, в дальнейшем участвовавшие в таких фильмах, как «Прометей», «Город грехов», «Лабиринт фавна», «Крепкий орешек», «Хеллбой», «Мгла» и множество других. Сначала оживших вокруг дома не очень много, но вскоре их число увеличивается. Бен, Том, Барбара и Джуди едва успевают забивать все окна. В ремейке было решено придать Барбаре более воинственный характер, чем в оригинальном черно-белом фильме. Там она находилась в шоковом состоянии и не предпринимала активных действий. А вообще ремейк очень тесно связан с фильмом 1968 года, и в картине много отсылок к старому фильму. Также в фильме много отсылок к фильму «Рассвет мертвецов» 1978 года, где режиссер Том Савини играл небольшую роль, а также был каскадером и делал грим для зомби. Укрепляя и обороняя дом, быстро заканчиваются подручные средства, и Бен с Томом идут наверх. Найдя в одной из комнат телевизор, они включают его и видят передачу чрезвычайного оповещения, сообщающие, что не одни они в такой беде. Собрав доски наверху, мужчины пытаются найти что-нибудь в подвале. Но идиот Купер не хочет их пускать. После угроз Бена и уговоров Эллен он открывает дверь. Бен видит их раненую мертвецами дочь, и на просьбу Эллен о помощи предлагает Гарри поискать ключи от Бен за колонки. Эллен тут же бросается наверх и начинает искать ключи. Тем временем несколько мертвецов все-таки пролезают в дом, герои отбивают нападение. Купер слышит телевизор сверху. Молча кретин Гарри взял телевизор и поволох его в подвал, но сталкивается с Беном. Они повздорили, в результате чего телевизор падает и ломается. В это время Эллен находит какие-то ключи, после чего Бен, Том и Джуди на грузовике предпринимают попытку прорыва к бензоколонке. Во время поездки при резком повороте Бен выпадывает из кузова, уронив горящий факел, которым он отбивался от мертвецов. Том и Джуди, доехав до бензоколонки, безуспешно пытаются открыть замок. Ключ оказывается не тем, и Том пытается отстрелить замок из ружья. В итоге бензоколонка взрывается, и сгорают он, Джуди и машина. Жесткое зрелище. Режиссер Том Савини изначально хотел заполучить более способствующий для распространения фильма рейтинг, в связи с чем пришлось все-таки вырезать несколько моментов из фильма. Впоследствии режиссер был недоволен съемками, иногда даже открещивался от фильма. По его словам, для кинокартины недоставало бюджета, и многие его идеи отвергались. Якобы даже получение рейтинга кинокартины проходило в отсутствии самого режиссера, что является нарушением правил гильдии режиссеров. Бен возвращается назад в дом, а там уже умерла и воскресла дочь Куперов, которая убивает спустившуюся проведать ее Эллен. Купер же пытается отнять у Барбары ружье, когда Бен вламывается в дом. Гарри отнимает у девушки ружье и идет к подвалу. Но за Беном влез мертвый коп с пистолетом в кобуре. Забив его подручными средствами, Бен пытается вытащить револьвер. И тут Купер, не дошедший до подвала, встречает свою дочь, которая обратилась в мертвеца. Бен требует застрелить девочку. Сцена не для слабонервных. Фильм даже был запрещен в Германии, когда вышел на экраны. В общем, когда Купер отказывается застрелить мертвую дочь, Бен делает это сам. После чего между ними начинается ожесточенная перестрелка. Оба ранят друг друга. Подлец Купер прячется на чердаке. Бен уползает в подвал, предварительно расчистив выстрелами из револьвера дорогу для Барбары, которая решает прорваться сквозь еле бредущих мертвецов бегом. В подвале Бен убивает мертвеца Эллен. Найдя ключи от бензоколонки, Бен понимает, как рядом было спасение, и его разбирает истерический смех. Вскоре Барбару спасает добровольческий отряд из местных. Уже утром она возвращается к дому, где идет зачистка. Недалеко добровольческие отряды устроили развлечение из живых мертвецов, бешая их на деревьях и стравливая их друг с другом в специальных загонах. Вскоре появляется уже умерший Бен, которого убивают. В доме Барбара встречает спустившегося с чердака выжившего Купера и убивает его. Да, этот ублюдок заслужил несколько грамм свинца. В конце фильма нам демонстрируют жестокие кадры расправы над мертвецами. Прослеживается четкая грань. Ночь принадлежит им, день нам. Блистательный и качественный фильм, ремейк. Один из малочисленных примеров, как нужно грамотно и с уважением реанимировать классику.